Доброе утро, дорогие друзья. Солнечно, потому что ночью у нас был дождик. Такой достаточно нормальный. Ну, как нормальный? Сегодня уже всё сухо вокруг. Вот такой моросящий дождь. Утром было прохладно-прохладно. Сейчас около 9 часов, 9.30 уже. Я вот села на скамейку, и тут солнышко немножко. Греюсь. У меня немного болит горло, потому что вот это выпивание холодной воды. Здесь, когда жара, ты не можешь просто пить тёплую воду, потому что ты ей просто не напиваешься. Конечно, там в Германии, я не помню, у нас в холодильнике воды летом редко мы пьём. Прям холодную. Там, видно, нет такой жары. Я уже начинаю забывать, что за погода там. Вот. А здесь, конечно, да, я сегодня выпила мукалтин. Сироп выпила. Думаю, что пройдёт. Горло не болит, но такое дерёт немножко. Дима звонил вчера, говорит, такой холод. У нас вчера было там плюс 14. Говорит, вышел немножко прогуляться там в нашем парке. Смотрю, говорит, люди в шапках, в куртках. Ничего понять не могу. Потом, говорит, понял. Было очень холодно, ветер ледяной, дождь моросил. Ну, я надеюсь, что, когда я приеду, немножко погода там устаканится, потому что резко из 35 возвращаться в плюс 14. Как-то не весело. Вот. У нас сегодня уже 4 июля. Так быстро выйдет время. Я прилетела 14 июля. Уже почти месяц я дома. Как будто только вчера приехала. Очень всё быстро как-то. Вот. Сегодня будем заниматься домашними делами. Опять нечётко особенного. Визмаилл скоро не поеду. Где-то через... Не где-то, а ровно через неделю. Сегодня четверг. На следующий четверг у меня запись к стоматологу. На 17-го у меня записало уже на окрашивание волос. Уже давно пора. И на бровки ещё мне нужно записаться. Тоже где-то там на конец июля. Так что так. Ну, самое главное это с зубами до конца разобраться. Вот. Надеюсь, что 11-го уже сделаем все оттиски. И потом ещё неделька и мне их поставят. Очень на это надеюсь. Так что сижу, принимаю солнечные ванны. И думаю, что я забыла намазать бровки этим кремом SPF. Потому что девочка мне удаляла лазером. Сказала первые две недели. Если на солнце, то находиться, то мазать немножко. Но думаю, что уже можно переневать. Так что сижу. Друзья, чищу сейчас вот этот лук. Смотрите, вот так мы его достаем из земли. Обрезаю вот здесь. Вот так. Снимаю, если есть какая-то грязная вот такая шелуха. И вот здесь обрезаю. И вот так он выглядит уже в почищенном виде. Он отправляется на базар. Так что знаю, что многие там уже покупают у бабушки. Луки, чеснок, там ещё что-то. Знаете, что моими руками лук почищен специально для вас. Смотрите, какой красивый, крупненький. Это жёлтый, синий мы уже почистили, по-моему. Вот такие вот, такой вот лучок. Мелкий убираем. Он остаётся нам для готовки. Если чего-то вот крупненький видит на продажу. Друзья, вот такой будет у меня сейчас завтрак. Обед, можно сказать. Клопастничок, салатик. Два кусочка печёночки. И хлебушек. Вот такая вкуснота. Сейчас поем. Хорошо, что есть свет. Пока в микроволновке успела всё погреть. И буду наслаждаться всем, кто ест. Сейчас вам тоже приятного аппетита. Ребят, вы не поверите. Но мой ноутбук Lenovo включился. Думала, он не включится, честно. Последний раз я его включала. Сейчас скажу, когда. У нас что, 24-й год? Ох, ну лет, наверное, 10 точно прошло. Я в шоке. Ну, конечно, он работает с зарядкой только. Потому что батарея никуда. Каких-то этих уже нет кнопок. Здесь тоже, видите, крышка сломана. Но он работает. Я вообще в шоке. Я, конечно, не ожидала. Посмотрите, все тут папки. Всё на месте. Открыла. Посмотрите, мне нужна была одна фотография. Девочку одну поздравить. И у меня фотографии здесь были. Все хотели с ней найти фотку. Потому что из давних времён она. И тут, оказывается, всё есть. Я вообще в шоке. Дата стоит 31 декабря 2006 года. Почему-то. Так что сейчас буду архивы открывать. Нашла, в общем, свои фото. Смотрите, старые. Грузятся, грузятся. Так не привык. О! Ну это серьёзно. Это вообще какой год? Здесь должно быть написано. Надо где-то в информации посмотреть. Но так, навскидку, даже не знаю. Что-то тут включается. Какой-то Microsoft что-то активирует. Ничего не понимаю. Посмотрите. Ну это здесь вообще, я не знаю, сколько мне лет. Двадцать, наверное. Если не меньше. Ну это серьёзно. Посмотрите. Это я на работе. С фотоаппаратом, как всегда. Тоже очень старое фото. Такая молодая. Не то, что сейчас. Здесь всё серьёзно. Это какой-то был митинг серьёзный. Поэтому, ну, серьёзное лицо. Вот это фото вообще с... Когда я училась ещё, это 2008 год где-то. То есть уже сколько? Прошло лет 16. Это мы сидим на той квартире, где жили. Возле университета. У нас женщина была хозяйка. Здесь тоже оттуда фотографии. Этот шкаф, я помню. Один маленький шкаф, и мы вдвоём жили. Здесь, кстати, мне и нужно найти фотографию. Это тоже на сессии курсовета какой-то. Фотографию с этой девочкой, потому что мы с ней вместе жили. О, это мои малые. Посмотрите, какие они маленькие. Вообще, я в шоке. Столько вообще фотографий. Столько воспоминаний. Вот это тоже. Тут килограмм, наверное, 47 вешу. Такая худенькая. Это в Одессе мы были на каком-то матче в Черноморце. Вот здесь, да. Всё серьёзно. Мужика худая. Смотрите, здесь особенно. Так, сейчас буду, то есть это с мэром, где там ушло, с мэром города на каком-то что-то мы открывали. Я не помню, уже парк, по-моему, какой-то. Это уже где-то 2000, тут видите, вперемешку. Это на каком-то, мы так любила это плачушку вообще. На каком-то Ивана Купала был праздник на пляже, на Дунае. Ну, это уже 2014-2015 год, уже больше. Вот это плачушку тоже было моё любимое. Это тоже где-то на, не знаю вообще. Ой, короче, короче. Это, кстати, Егор Гордеев, он сейчас ведущий ТСН до сих пор. Он тогда приезжал к нам с каким-то, не помню, в общем, с программой какой-то. И вот мы снимали тоже без моей. О, смотрите, нашла. Думала, что не найду эту фотку. Вот, девочка, у Лены сегодня день рождения. Хочу эту фотку выложить. Это у неё было в выпускной университете. Я работала уже в университете в том же. И вот дата 2012 год. Представляете, 31 мая. Ровно 12 лет назад. Вот такие мы. Сейчас Леночка живёт в Болгарии. Я в Германии. Виделись мы последний раз очень давно в Измаиле. Не знаю, лет, наверное, 6 назад. Вот, сейчас вот эту фотку как-то я сфотографирую, наверное, потому что перекинуть по каким-то гаджетам вряд ли получится. Вот, так что сейчас буду, буду, буду сейчас сфотографировать. Фото тоже, посмотрите, с чёлкой. Такая у меня была такая густая, длинная чёлка. Здесь тоже. Это в центре Бизмаиля. Да, в университете. Это я показываю свою фотографию на доске почёта. Отличников и активистов. Вот, кстати, Елена рядом. Вдвоём тут висели обе. Она на год меня младше, получается, училась. Я на год старше на курсе. Ты вообще этим фотографиям ещё меньше. Это вообще 2007 год, наверное, только я поступила. Смотрите. Мы на свадьбе где-то были. Ой, короче. О, это мы и девочки. Мы учились. Вот мы все подружки были. Даша, Таня, Яночка, Лида. Мы все вместе учились в одной группе. Кроме Тани. Таня училась в параллельной, но дружила тоже с нами в группе редакторов. Ой, короче, фото серьёзные. Это мы с девочками-коллегами в парке в Болградском были, гуляли. Это что-то рисовали. Это я на каком-то, смотрите, мероприятии. Тоже у меня было такое патриотическое платье. Это тоже где-то на каком-то заседании. Это тоже, ну, в общем, всё серьёзно. Это не знаю кто, какой-то баскетболист, судя по росту. По-моему, какой-то известный приезжал к нам украинский баскетболист. И мы фотографировались и с ним. Это опять с мэром, с начальством, моим бывшим начальником. Это тоже с ним. Это тоже на каком-то интервью. Это мы сайт открывали. Это с сестричкой. Мы были в Одессе на свадьбе у нашей двоюродной сестры. Тоже с мэром. Это мы снимали панели солнечные. Это вот я. Тоже на мероприятии каком-то. Это вообще старые такие фото. В общем, нашла я. Слава богу, я специально искала этот компьютер, чтобы, ну, этот, чтобы найти эту фотографию с Леной, чтобы её поставить сегодня поздравить. Я помню, что было какое-то фото. Мало ли что мы фотографировались тогда, но тогда и телефонов особо не было. Вот это всё на фотоаппарат мы фоткались в основном. Короче, телефонов таких особо не было, чтобы делать хорошие фотографии. Это я на работе в университете. Тоже это на 9 мая. Ну, в общем, тоже на работе. Куча-куча фотографий. Слушайте, не знаю, что сегодня происходит, но у нас есть свет. Что-то как-то подозрительно. Даже с утра не выключались. Сейчас уже полдвенадцатого. Не знаю, может, сейчас двенадцать выключат. Я утром проснулась. Ну, во сколько я обычно встаю? Там полвосьмого-восемь. Обычно уже света нет. Его в шесть уже выключают. И тут сегодня что-то, я не знаю. Вроде и радостно с одной стороны. С другой стороны думаешь, а к чему бы это? Не знаю. А, наверное, тогда вечером долго не будет. Чтоб так весь день было. Я не знаю, когда было. Сколько я здесь, наверное, выключают точно каждый день на несколько часов. А то и на семь-восемь часов. Как-то так. В общем, сейчас пока есть свет, стараемся сделать все, что нужно. Полить все в огороде и так далее и тому подобное. Пока есть эта возможность. Я накаркала. Около двенадцати-пятнадцати. Свет выключили. Не знаю, до скольки. Сейчас, наверное, надолго. Такая красота у нас за окошком. Посмотрите. Природа нетронутая. Небо такое красивое сегодня. Дождик не предвидится. Мы сейчас решили отдохнуть немного. Пока очень жарко на улице. Сейчас уже пол первого. И потом уже вечером будем что-то еще делать. Где-то полоть траву. Где-то что-то еще. В общем, когда дома, когда дом есть еще и в селе, всегда найдется работа. В любое время. Мне там еще писали, спрашивали, что я взяла из косметики с собой. И что в итоге мне здесь пригодилось. Чем я пользуюсь, а что нет. Ну, понятно, взяла свой шариковый любимый. Без, вот видите, 0% алюминия. Уже всем советовала от Альверде. Эту смывашку макияжа взяла. Вот. Сюда себе перелила тот мой бальзам для волос. Очень классный, несмываемый. Слушайте, очень он мне нравится. Думаю, что вы его помните, кто смотрел в такой большой коричневой банке. Я его случайно просто купила в ТК Макс. И я просто от него в восторге. Когда он у меня закончится. Не знаю, когда, потому что он очень большой. Обязательно опять куплю. Что еще? Ой, что еще взяла? Конечно же, взяла SPF. Вот такой Ойцерин, если я правильно читаю. Я купила в аптеке в Германии. 50+. Здесь, конечно, он очень-очень нужен при такой жаре. Вот. Им всегда пользуюсь. Это S.O.Liver такой спрейчик купила. Потому что не хочется такие тяжелые духи. Сейчас, когда жарко. Особенно. Вот такой вот спрейчик. 12 или 13 евро стоил в ДМ. Очень, кстати, классный по запаху. Что еще взяла? Взяла вот эту водичку Lavera. С этой цинтеллой, по-моему. С цинтеллой. Не с цинтеллой, с какими-то водорослями морскими. Очень классно. Тоже освежает. Особенно, когда жарко. Я вот вечером, если вот, когда вот покупаюсь и пшикаю на лицо. Очень классно освежает. Взяла еще вот свое алоэ. Тоже такая фейс маск. Но я его обычно наношу и не смываю. Оно впитывается. И вот уже закончилось. Буквально там еще на раз и все. Дальше взяла еще себе с собой. Точнее, вот эту масочку от Доктор Бабар. Она такая очищающая. Немножко, немножко увлажняющая. В общем, тоже классная. Пару лаков вот взяла. Что еще? Вот этот взяла воск для укладки волос. Тоже иногда помогает сделать прическу. Но тут украшения, очки. Больше ничего такого нет. Из декоративной косметики. Вот взяла там тушь, кисточки, румяна, пудра. Этот, вот этот, кстати, крем. Вот этот мне вообще не понравился. От Лореаль. Сейчас уберу. Вот так он выглядит. Вообще мне не понравился. Не знаю, может мне не подошел. В общем, ни по цвету, ни по структуре. Он практически ничего не перекрывает. Но, в принципе, я понимаю, что бибикреми не будет перекрывать. Но, чтобы настолько не перекрывал. В общем, мне абсолютно не понравился. Конечно, им пользуюсь. Но это такое. Хочу все-таки как-то найти себе хороший тональный. Уже сколько перепробовала. Он тут всякие блески для губ. Вот эти румяшки, кстати, эти мне понравились. От Лореаль. Такие розовенькие, классные. Эта пудра тоже мне понравилась. От Альверда. Такая неплохая минеральная пудра. Такая легенькая текстура у нее. Вот. Больше ничего тут нет. Этим пользуюсь только. Бибикремом почти не пользуюсь. Этим консилером от Лореаль. Вот это то, что здесь декоративные косметики. Но, если честно, здесь особо ничего не использую. Такого декоративного. Потому что здесь жарко. Когда жарко, особо не хочешь наносить много косметики. Взяла еще свой вот этот увлажняющий крем. Но очень редко им пользуюсь. И сыворотку тоже. Прям очень редко. Взяла еще патчи целую упаковку новую. И даже их не открывала. Здесь почему-то я ими вообще не пользуюсь. Думаю, что они так и уедут со мной обратно в Германию. Также взяла вот эти масочки. Иногда делаю халлоэ вера. Они классные, когда особенно загорит сильно лицо. Такие очень классно увлажняют. Ну, в общем, прикольные. И все, больше ничего такого не брала. Иду сейчас на улицу. Посмотреть, что там да как. Очень жарко. У нас сейчас час дня. И где-то плюс 33. Прекрасная погода. Так. Посмотрим, что там на улице интересного. На улице ничего интересного, потому что жарко. Папа, вот видите, вчера постриг всю траву. Везде, где можно. Здесь тоже все чистенько. Красивенько. У нас там мама посадила какой-то орех. И смотрите. Такой маленький еще. Каждый вечер я его поливаю, но ему, конечно, хочется. Тень падает. Ему, конечно, хочется дождя. О, эти-эти. Смотрите на них там. Услышали мой голос. Цыплята. Я не к вам пришла. Я им водичку налила буквально полчасика назад. Вот, смотрите, такой орех. Здесь у нас росло тоже большое-большое такое дерево. Ива. Прям огромное. Сколько я себя помню с детства. И вот буквально несколько лет назад срезали. Остался вот этот большой пень. Будут его вывозить. Кто-то его забирать будет. В общем, так и лежит. Пока здесь. Вот. Прям вот здесь росло. Видите, где пень. Всегда я вот тут сидела. С этой стороны была такая, как скамеечка. И учила экзамены. Вот такие вот дела. Так, света нет. Скучно. Но, слава богу, хоть интернет есть пока света нет. Здесь уже это все нападало. Нужно будет их собирать. И для чего-то использовать. Потому что и на земле их много. И, смотрите, все усыпаны ветки. Кто-то там писал. Милана, какая классная у вас марабелька. У нас все замерзло в этом году. А у нас, видите, как она разрослась. Ее, по-моему, сюда никто и не сажал. И так сама выросла. И посмотрите, какой урожай каждый год. Какие прям просто тяжелые эти ветки от фруктов. Вот, смотрите. Если так, смотри, посмотрите. Очень много ее. И сладкая уже почти так. Кисловатая еще. Но я думаю, что еще месяцок и будет вообще шикарно. Птички поют. Классно. Не знаю, до скольки выключили свет уже. Как будет, так будет. Кукуруза вот уже тоже такая высокая выросла. Папа ее поливает периодически, думаю, из-за этого. Потому что дождя нам очень не хватает. То, что вчера там вечером и ночью немножко поморосило. Это вообще как будто ничего не было. Вот все сухо. Нужен дождь. Прям такой ливень хороший. Но смотрю по прогнозу, ближайшие 2-3 недели вообще не предвидится. Нам бы немецкий дождь сюда, который каждый день. Но, к сожалению, в Германии сейчас дожди. А у нас вот такая вот жара. Все, ребята. На сегодня уже буду с вами прощаться. Как всегда, увидимся с вами в новых влогах. Огромное спасибо за ваши комментарии, лайки, подписки. Не забывайте подписываться. Все. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok